доброго всем дня сегодня расскажем о китайских моторах которые идут как на бензиновые так и на дизельные машины первое у нас не бывает такого что мы сняли видео допустим у нас случился первый случай мы давайте снимать все это плохо это нет уже довольно длительное время многие в россии ставят моторы китайские там к е к д кто-то ставит до d4 cb я и б все ставят там сейчас уже насосы форсунки ну все и программу мы снимаем только тогда когда уже есть более-менее какой-то опыт то есть не огромный пусть будет там 20 40 случай когда владеем хоть какой-то информации то есть можно что-то взвесить тогда уже что-то снимаем и вот сейчас очередной такой прям интересный случай обычно это происходило опять же он там клинит что-то разваливается как-то ну вот здесь случилось это очень интересно смотрите у нас портер 2 12 год турбодизель 2 и 5 133 лошадки до пришел портер сломалась турбина не хватило давление масла голодание было вот что замерили давление оно было ниже чем положено и было объявлено клиенту что либо мы меняем вам сейчас турбину опять же китайскую он хотел и будь что будет дальше либо вариант мы на ранней стадии снимаем мотор его быстренько ремонтируем то есть не задорого так как он очень не заклинил то есть это вкладыши насос пулки вала баланса и т.д т.д какие-то вот мелочи можно сказать но где-то насмотревшись не знаю не могу сказать что там кто информировал его и он говорит ребят это все дорого это все ерунда я возьму китайский мотор поставлю он стоит там вообще совсем чуть-чуть не знаю точно не буду врать стоит совсем чуть-чуть и все сейчас мы его кинем и помчались ну окей первый мотор который он привез в него балансировочные валы вот сюда что вставляется во втулки не залазили вообще мы их не смогли туда вставить делал у нас антон мотор этот не смогли вставить потом клиент пришел и сказал вы не умеете вставлять и забил его туда в нагляд и мы говорим как бы друг но это вообще неправильно после чего вроде бы он тут долго думал думал и увез его он увез его привез другой другой и он уже поехал туда я так понял с валами и валы там измерил у ребят где брал мотору и как какой-то залазил ладно все привез поставили собрали все поехал так теперь отвлечемся чуть-чуть двигатель морить то есть мы видим коленвал вот здесь совсем чуть-чуть его стало вот особенно у нас пятая шейка то есть даже растачивать его не нужно нужно было если даже померить то есть вложение были небольшие пробег в районе что-то 280 да это оригинальный его родной двигатель также еще наверное точкой вот этой пика я ему стала одна из топливных форсунок не вылазила она не вылазила и была на четвертой а знаете что да в киа бонг и портере вытащить это невозможно нужно скидывать двигатель двигатели скинули и тут он говорит зачем мне рвать форсунку сейчас покупать форсунку я сейчас как бы куплю мотор и все поедем то есть сделать можно было без проблем и недорого было бы качественно и недорого и теперь вот он наш гость который гость вот она это китайское чудо которое прошло пятнадцать тысяч вот здесь смотрите смотрим на эту сторону у нас как раз он он приходит без балансировочных валов без валов без цепей то есть он пришел столбик вот но головка блока цилиндров идет сборе уже прикручена антон то есть мастер который делал опрашивала клиента о том чтобы нужно ли давайте мы измерим или протянем шейки коренные и шатуны на что клиент ответил что нет это сделал завод и делать там нечего и вот ровно через 15 тысяч он притащил ее нам не знаю где и как он проехал сколько времени я точно не знаю и мы увидели просто дикую вещь смотрите шейка коренная видите это болт торчит кусок здесь его нет то есть здесь вырвала даже плиту поддона также здесь был хламала здесь и вот такие короче орешки горошки вот так вот отломала и эти вещи ударили по масляному насосу даже после того как вот здесь сзади получается на пятой шейки вот допустим выломала болт ударила сзади по масляному насосу видите да ударила сломала стала течь масло клиент не обратился в сервис они решили что все ерунда заклеили вот пепси полом и поехали дальше там где все крутилось и вертелось лежали вот остатки вот этих болтов поэтому случай не первый я опять же не скажу что прям много ломается многие ставят ездит не знаю правда где они ездят а может быть они вообще продали а может быть не ездят не знаю как это все происходит где вот эта вторая часть то есть клиентов у которых моторы китайские да 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 они пишут что все отлично вот допустим опять же вернемся к мотору до клиент возможно возможно он был счастлив проехав там 10 тысяч он сел дома у него было вдохновение он писал отзыв что все у меня прекрасно через пять тысяч все это развалилось и теперь вопрос покупать новый либо делать старый поэтому подумайте все взвесьте и как бы если есть желание вы можете приобрести себе китайский мотор и испытать его на прочность ну всем пока до новых встреч